здравствуйте дорогие друзья у нас сегодня на обзоре смартфон infinix note 12 pro стоимостью около 20000 рублей или примерно 330 долларов и эта модель без 5g модуля они отличаются не только по железу но и по дизайну компания infinix была основана в 2013 году и занимает первое место в африке пакистане и топ-3 в индии в россию infinix пришла чуть больше года назад и сейчас это самая быстрорастущая компания в россии на рынке смартфонов если честно я поначалу даже не поверил что корпус выполнен полностью из пластика и рамка и тыльная крышка уж очень приятно он выглядит к пластику не стоит негативно относиться меньше вероятность разбить при падении модель имеет отличную сборку скрипов и люфтов нет тыльная крышка матовая и не собирает отпечатки пальцев смартфон тонкий 7 8 миллиметра и несмотря на свои большие габариты весят относительно немного 192 грамма фаблет и обычно весит на 40 50 грамм больше исключение прямоугольник вокруг блока камер он глянцевой и марки к тому же не прикрывается комплектным чехлом соответствующим вырезом в кнопке питания которая расположена в удобном месте под большим пальцем имеется дактилоскопический датчик разблокировка происходит очень быстро и безошибочно когда вы берете смартфон в руку вы его очень часто случайно задевать и смартфон начинает вибрировать молодых телоскопический датчик отработал а палец не распознался потому что сенсор здесь работает постоянно но его чувствительность очень высокая есть еще и разблокировка по лицу при хорошем освещении она работает отлично в ночное время работает плохо и это нормально для обычных фронталок по связи на борту нет и сим зато есть два слота под наносим карты а также нашлось место под микро sd карту объемом до двух терабайт при этом флешка встает не вместо а вместе с симками по связи вопросов нет gps ловит и работает нормально при использовании картографических приложений когда вы поворачиваете устройство направлении отображается плавно и показывает нужное направление почему-то смартфонах этого ценового сегмента очень часто бывают с этим проблемы по остальным модулям есть bluetooth версии 5 и 2 и nfc по звуку есть 35 миллиметровый аудио джек а также полноценная стерео пара то есть разговорный динамик задействуется при воспроизведении мультимедиа в модели используется 667 дюймовый amoled дисплей с разрешением full hd плюс и плотностью пикселей 380 точек на дюйм рассмотреть сетку пикселей можно но только если сильно приблизить смартфон яркость 650 нет для повседневной жизни достаточно за исключением может только очень яркого солнца или когда вы в солнцезащитных очках в ручном режиме комфортная яркость на уровне 70 процентов углы обзора хорошие есть функция always on display правда через 10 секунд экран гаснет и активируется по тапу в настройках принудительного отображения информации на заблокированном экране нет немного разочаровал этот момент потому что статусного индикатора входящих уведомлений здесь нет а always on display здорово бы компенсировал эту фичу также нет частоты обновления дисплея 90 или 120 герц только 60 и это главный недостаток дисплея смартфон получился автономным даже несмотря на средний по емкости для андроидов аккумуляторов 5000 миллиампер час заряжал его в среднем раз в полтора дня и он мне выдавал где-то 7-8 часов работы экрана заряжать смартфон быстро всего за полтора часа в комплекте идет адаптер питания на 33 ватта и usb-c на кабель в infinix ноут 12 про установлены 6 нанометровый чип mediatek helio g99 а также 8 гигабайт оперативной памяти стандарта lp ddr4x которую система должна расширять до 13 гигабайт за счет пользовательской памяти на момент снятия видео этой фичи нет но появится в будущем вообще использование дополнительной памяти из встроенного накопителя это не панацея потому что скорость чтения и записи на встроенном накопителе сильно меньше чем в оперативной памяти но для режима многозадачности такая штука бесполезной точно не будет встроенный накопитель на 256 гигабайт стандарта ufs 2.2 скорость чтения и записи на экране что на практике для разогрева возьмем онлайн шутер standoff 2 legends выставил максимально возможные настройки графики восьмикратное сглаживание 16-кратную анизотропную фильтрацию и ограничение частоты кадров 60 fps игрушка идет без просадок даже в самых нагруженных сценах сказывается простая графика и хорошая оптимизация call of duty mobile скачал hd текстуры и выставил максимально возможные настройки которые не заблокированы игрой это средние настройки графики высокая частота кадров тени и сглаживания в итоге в сетевой игре также получил 60 кадров без просадок устройство практически не нагревается едва теплое ну и под конец запустил увесистый геншин импакт на высоких но не на максимальных настройках графики с 60 кадрами уже часто встречаются подтормаживания вот на средних настройках графики игрушка идет отлично и просадки по кадрам практически не встречаются правда после получаса игры нагрев в районе блока камер существенный управляется смартфон android 12 с оболочкой xos версии 10 6 0 более подробно об оболочке мы рассказывали в обзоре доступного infinix hot 12 play который сейчас можно купить менее чем за 10 тысяч рублей ознакомиться с роликом можно пройдя по подсказке в правом верхнем углу каких-то крупных нововведений по операционке с тех пор я не заметил основной блок камер состоит из трех сенсоров основной широкоугольный сенсор на 108 мегапикселей оставшиеся два вспомогательные это двух мегапиксельный модуль для программного боке и третий сенсор для работы искусственного интеллекта в приложении камера этот режим всегда активирован по умолчанию смартфон способен снимать максимальном разрешении 2к с частотой 30 кадров в секунду либо же full hd 60 кадров в секунду сравниваем с infinix hot 12 pro они вам поговорим в следующих видеороликах первое что хотелось протестировать разницу между снимками в стандартном режиме на 12 мегапикселей с искусственным интеллектом и в максимальном 108 мегапиксельном режиме ультра hd смартфон действительно может снимать в разрешении 9000 на 12 тысяч пикселей размер изображения увеличивается со стандартных в среднем 5 мегабайт до 40 до получается большое полотно и это лучше чем растягивать фотографию с 24 мегапикселей если нужно именно такое большое разрешение но снимки делаются долго около пяти секунд резкость такой фотографии сильно хуже в кадре меньше детали и меньше динамический диапазон в стандартном режиме 12 мегапиксельные фотографии получаются очень детализированными да и скорость съемки при этом высокая после нажатия на виртуальный затвор нет необходимости еще ждать пока сенсора будет дальше анализировать окружающее пространство динамический диапазон приемлемый хоть иногда бывает незначительная потеря информации в цветах но опять же если сравнивать то все лучше чем у одноклассника отмечу хороший автоматический цветокор картинки со здоровыми и в меру насыщенными цветами а также правильный баланс белого по ночной съемке диафрагма тут 175 а в целом фокусная 24 миллиметра качество записи видео можете оценить сами по ночной фотографии первое что хотелось понять стоит ли использовать режим super night или достаточно обычного стоит так что не поленитесь ночью зайти в дополнительные настройки и выбрать super night до фотографии делаются дольше но и картинка будет светлее детализирование резче местами даже с избытком разве что движущиеся объекты сфотографировать не получится в целом качество фото для своего сегмента отлично правильно баланс белого мало шумов хорошая четкость и резкость нет перешарпа единственное необходимо следить за бликами от искусственного освещения иногда они могут загораживать ключевые места фотографии и лучше просто поменять угол съемки фронталка тут форме капли на 16 мегапикселей камера может записывать максимального разрешения в уэзи при 30 кадрах в секунду есть возможность снимать с программным боке правда в 720p при 30 кадрах в секунду также есть режим улучшения качества изображения ну лицо получается без морщин словно помолодел лет на пять фронталка фотографирует приемлемо правда скинтон получился с земляным оттенком хотя это лучше чем краснота справа в остальном баланс белого и цветокор более чем адекватные детали имеются резкость неплохая очень сильно зависит от количества света в контровом лучше не снимать портретный режим не самый удачный программные боки не всегда строится по границе ключевого объекта часто подъедается фон а на определенном расстоянии может появиться неприятный ореол по ночной видеосъемке светосила здесь 1 и 8 качество можете оценить сами запись звука также оценивайте ночного режима для фронталки нет снимает ниже среднего снимки адекватные для мессенджеров но условно в соцсеть уже не опубликуешь потому что маловато детали и много шумов хотя все сильно лучше чем у одноклассника и в целом фотки светлая в портретном режиме с программным боке лучше не снимать блюра почти не видно а вот шумов вылезает очень много подытоживая из плюсов это автономность производительность относительно данного класса устройств качество фотографии на основной модуль камеры а также количество проводных и беспроводных интерфейсов из того что хотелось бы это конечно же 90 герц обновления дисплея а также постоянно горящий always on display ну чтобы он не тух и в принципе это можно пофиксить программно какой смартфон до 20000 рублей либо же до 350 долларов выбрали бы вы обязательно пишите в комментариях к этому видео будет интересно почитать а узнать больше информации об infinix note 12 pro а также местах где его можно купить можно пройдя по ссылке в описании к этому ролику на этом все с вами был вадим ищенко на youtube канале протек до скорых встреч увидимся в следующих видео пока пока субтитры сделал DimaTorzok